А тут я недавно малину целую гроздь нашла, висит малина, как снегом, да. Ну что, давай, тебя обнимаемся. Вам спасибо большое. Садись, приезжай, что ли. До свидания. Ой, как мы вам рады. Ну я ладно, я в другом еще могу. А вот он-то в четырех стенах, он так рад. Хоспис – это понятие, которое многих и многих людей заставляет внутренне напрячься и остановиться. Потому что, коль есть жизнь, значит, естественно, есть и смерть. Палиативная помощь, палиативно-медицинская помощь – это та сфера, где слово «сочетание» мы ничего не можем сделать, оно вообще неприемлемо. Хотя, казалось бы, с другой стороны, да, что можно здесь сделать? Ну если стоять на позиции, что есть болезнь, ее надо лечить и ничего другого, тогда да, с болезнью мы ничего сделать не можем. Но облегчить страдания есть возможность. То есть разделить с ним его печаль, возможно, да. Разделить его, ну даже злость. Обычно за этим скрывается такое, ну как бы, отчаяние боли. И чаще всего, когда ты выслушиваешь вот в этой злости человека, он потом начинает плакать. Внешне никак не видна прогрессия, это тоже важно. И по силам тоже, правда? Я сама вижу то, что у меня как бы боли такое, оживчиком стало, никак было. Потому что, ну да, как бы стараюсь меньше думать об этом, а что-то идти вперед куда-то. Это жить, жить стараюсь. Наш хоспис, ну как бригада такая, как команда волонтеров, появился в 95-м году. И мы помогали пациентам с болью. И постепенно вот родился, вырос и помогает пациентам уже больше 25 лет. Это наш маленький хоспис. И мы, как никто из врачей, можем сказать, что когда приходит врач хосписа, то боль уходит даже без лекарства. Почему? Потому что, когда сердцу легко, то и телу не может не быть легче. Есть такой в мире островок, где больных встречают с лаской, добротой. Поэтому, как будто попала в другой мир. Такое ощущение было, что я в раю оказалась. Благодаря им, я думаю, ну как бы выкарабкалась той ситуацией, в которой я была. В деле у хосписной помощи несколько символов. Это бабочка один, причем из тени в свет перелетая. О том, что мы куколки и червячки, а в бабочек превращаемся в момент перехода в вечную жизнь. Вы каждый день видите смерть. Вы ее боитесь? Я не боюсь смерти как таковой. Абсолютно. Я просто боюсь не совсем хорошо справиться с периодом перед ней. Потому что, потому что, вот это наш, наверное, самый главный в жизни экзамен. Хочется уходить на высоте. И вот именно вот такого ухода на высоте, и этого своего главного экзамена я, конечно, боюсь. Как я его буду сдавать? Смогу ли я быть сильной? Смогу ли я быть поддержкой своим близким в этот момент? Может быть, и хорошо будет, когда я наконец-то стану маленькой и слабенькой. Вот. Может, это будет и хорошо. Но не хотелось бы, да. Хотелось бы быть сильной. А негуманнее, может быть, человеку не знать о том, что он умирает, и жить в ожидании смерти – это же так страшно. И, наверное, вот хоспис, еще и потому хоспис, что как раз в отличие от многих лечебных учреждений, говорится ровно столько, сколько человек может принять. И так, как он может принять. Самый пожилой пациент у нас был, ему было 96 лет. И вот, когда он понял, что остались дни, он сказал, я не знаю, с рвением 18-летнего мальчишки, так мне много еще надо успеть. Он попросил сжечь какие-то письма сыновей. Он сказал, кому что подо... И вот эта важность этого, и время это. Он, там, сын приехал из Германии один, он сказал, срочно. И он всех собрал, с каждым поговорил. Это ли не важные вещи? Важнее-то ведь и нет ничего, понимаете? Совсем недавно, может, месяц назад нам с выездной службы передали ангелов от одной семьи. Это арестовала дочка пациента, которого, ну, к сожалению, уже нету. Ну, вот, в память о папе она передала вот этих ангелочков нам в каждую палату, чтобы она там висела, радовала. Когда приходишь с открытым сердцем, то ты можешь взять груз другого сердца. И если его тебе человек отдает, становится легче. Он отдал свой груз, ему становится легче. Вы этот груз взяли и берете его 25 лет. Были такие моменты, когда хотелось, ну, вот, просто уйти? Я порой своей лучшей подруге, тоже доктор хосписа, говорю, все, пишу сама себе заявление и ухожу. Не могу больше, устала. Ну, я бы так сказала, что, наверное, я не чувствую миссию, а я просто знаю, что я на своем месте. Она может уставать, эмоции при этом разные испытывать, ну, как и все мы. Но вот при этом вот эта вот именно жертвенность и любовь, она поражает. Семья, когда вот сталкивается с болезнью, это же всегда хаос, растерянность, может быть, ослобленность, может быть, отгороженность, неверие уже ни во что. Но когда приходит в дом такой человек, как Ольга Васильевна, появляется порядок и спокойствие, появляется уверенность, что не будут одни. Семья, ведь люди, которые близкие, они же нуждаются, наверное, не в том, чтобы на них вот какой-то груз свой выложить. Что в моей жизни вот нарушен этот баланс, я поняла, наверное, лет пять тому назад. Я поняла, когда мне сказал мой близкий очень человек, что для того, чтобы ты села со мной рядом, я должна умирать. И это очень больно. И я поняла, что это правда так. Эта дочка сказала эту фразу, что... Да. Да. И многого не исправить. Но я надеюсь, очень надеюсь, что она меня простит. Я люблю своих близких больше жизни. А они бы хотели, чтобы вы ушли из хосписа? Конечно. Конечно. И как раз, так скажем, я начала искать баланс. После того меня заставили мои близкие. Когда я поняла, что я либо потеряю, либо должна. И я стала стараться приходить домой, ну, как бы целой, не четвертинкой, мамой, жены, дочке. Но получается ли это у меня всегда? Нет. Но у меня очень мудрый муж. И я так думаю, что он из таких редчайших людей, которые согласны быть на каком-то втором месте. Баланс – это правда, это большая проблема. Хоспис – это место любви. Он отличается тем, что вот есть возможность выразить любовь. И мы в каждой семье ведь говорим об этом. Что как хорошо, что у вас есть время побыть друг с другом. И сказать, я тебя люблю, я тебя прощаю, прости меня. и спасибо, благодарю тебя за все. И до свидания. Вообще думать об этом всегда – это лучше, чем об этом думать только в последнее время. Я очень рада, что вы есть. Участность. Какая-то соль, два. А еще чего боитесь? Боюсь, что все время не хватает времени на важное. Жизнь сделала так, что я сейчас осталась одним из, ну, я не могу сказать главным философом, но, наверное, одним из десяти, может быть, людей, которые несут хосписную философию. И ее хочется донести особенно до новых хосписов. Так, полежать, а потом можно уставить на сочетку. Ааа. И пришел на дыхание. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Хороший день. Да? Очень больно, когда не успеваешь помочь. Бывает ли такое, да? Когда мы приходим, а это последний день, последний час и даже бывают последние минуты. украшу к Новому году. Все уже, Герландия, сейчас елку поставим вот здесь, вот протяну из розетки и у нас будет как в сумерке до утра елка сиять. Мой муж болеет давно и смертельно больной онкологически, палиативно больной. От нас практически отказались все врачи. Ну, кому мы нужны? Приезжает скорая помощь, они даже боятся ему укол делать какой-то. Никакой моральной поддержки нету, ни в чем. То есть материально у нас все как бы есть. Но нужно внимание врачей. И он уже у меня плакал, говорит, я никому не нужен, я брошенный. Ну, то есть не страшно сейчас. Сейчас вы герой, я гляжу. Что-то больно? Где больно спина? Ольга Васильевна приехала вместе с медсестрой. Поговорили, ознакомились с его болезнью, с ним поговорили. И вот настолько вот он, вот у него какая-то, знаете, надежда в глазах. Да даже вот эти последние дни он живет, он не думает о том, что он брошенный, что он никому не нужен. Что есть еще врачи, которые на него просто внимание обращают. Так. Конечно, это врач с большой буквы, что там говорить. А язычок мне покажите. Язычок. Сейчас утром. А вы ему зубки чистите, да? Я была глупым, зеленым человеком. А хоспис, он, знаете, вот как будто бы вообще интересно формирует. Потому что мы меняем жизнь семей. И у нас ведь практически ну вот за 2022 год, наверное, где-то 500 семьям мы помогли. Ты меняешься очень сильно. и вот этих много шкурок с тебя сходят. Мне кажется, вот год работы в хосписе настоящий, неформальный, лет как пять. Поэтому я просто черепаха-тортила, которая естественно невозмутима. Потому что почти как Соломон, можешь сказать, это было. много шкурентов, Подозрение Ты меняешься с руками, И последнее, варшую Варшую И я вижу